Сегодня 24 марта. 24 марта 1891 года в Самаре выступил с гастролями крупнейший в Европе зверинец Клеберга. Газета Самарские губернские ведомости так описывала это событие. Огромный гиппопотам, муравье, дрессированные волки, лев и слон. От всего увиденного зрители были в восторге. 24 марта 1912 года император Николай II в память своего посещения Самары в 1904 году дал согласие на переименование вокзальной площади в Николаевскую. Имя царя она носила до революции, а потом ее снова переименовали, и Николаевская площадь, бывшая вокзальная, стала Комсомольской. 24 марта 1882 года в Берлине немецкий микробиолог Роберт Кох сделал сенсационное заявление. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. Через год за свое открытие Кох получил Нобелевскую премию. Так что сегодня по праву Всемирный день борьбы с туберкулезом. 24 марта 2012 года впервые в истории дворца бракосочетания города Тольятти под его сводами чествовали супружескую пару, прожившую в любви и согласии 65 лет. Железную свадьбу отпраздновали супруги Меньшиковы Павел Александрович и Мария Яковлевна, ветераны Великой Отечественной войны. Поздравить юбиляров пришли их дети, внуки, правнуки и двухмесячный проправнук. 24 марта 1782 года родился талантливый художник Арест Кипренский. Современники называли его одним из самых лучших портретистов России и достойным соперником известных художников целой Европы. 24 марта 1900 года на свет появился Иван Козловский, один из величайших теноров 20 века. Вершиной творчества Козловского партии, где он не имел себе равных, был юродивый в Борисе Годунове. 24 марта 1906 года родилась замечательная певица Клавдия Шульженко. Она была невероятно популярна. Ее фанатически любили миллионы поклонников. В Великую Отечественную войну она прославилась песнями «Синий платочек», «Давай закурим», «Друзья от наполчане». И еще два замечательных эстрадных исполнителя. Два Александра родились 24 марта. Это известный певец, композитор Александр Серов и заслуженный артист России Александр Буйнов. Сегодня коллеги и друзья с днем рождения поздравляют Алексея Семковича, заслуженного артиста России. 65 лет жизни он отдал театру. Играл в Тбилиси, Ростове, Волгограде. Последние 30 лет посвятил сцене Самарта в Самаре, где нашел, по его словам, театр своей мечты. День Ангела отмечают Иваны, Василия и Георгии. В народном календаре 24 марта день Ефима и Сафрона. И хотя сегодняшний день ничем особенным не примечательный, зато дает прогноз на лето. Если на березах кара сильно потрескалась, значит хорошая погода обеспечена. Увидимся завтра. До свидания.